Первый минус за Фнатик, фриз в диле Ну и когда же у нас будет... А второй минус? Видимо, что Сеня играет с ником Ну я не знаю, можно ли такое произносить, но наверное можно Членя! Именно с таким ником он играет Будем его называть сегодня именно так И ножи у нас выигрывает команда Фнатик И что же у нас делают Фнатики? Они остаются за Т-сторону, за атаку И, соответственно, НАТО в Свинцере начинают за контров Да, членники не дают покоя игрокам украинской сборной Ну, разве что только Сеня, а остальные все с них нормально, даже странно Ну да ладно, смотрим мы на первый раунд Давайте я вам быстренько озвучу составы команд Для тех, кто вдруг еще не выучил их наизусть Итак, состав команды НАТО в Свинцере Данила Цисленко, он же Зеус Иван Сухарев, он же Эдвард Сергей Ищук, он же Старикс И Егор Маркелов, он же Маркелов И, наконец, нашего членя Это Сеня Тренаженко, он же Есенин Он же Сеня, он же Сенечка В общем, как только его не называют К составу Фнатиков мы перейдем чуть позже Все-таки у нас первый раунд Давайте за ним посмотрим Фриз у нас в кишке Трое под катами, кар на центре Будет такой сплит на А И контры довольно стандартно в первом раунде поджимают Делают аркаду по зигзагу по центру Пока размена в пользу фнатиков И вот пока там уже, видим, мы Три человека проходят Потихонечку проникают на плант Открывается скрип, ну и где же у нас контры? Вот у нас Зеус Смотрим за бывшим капитаном Натус Винтери Делают минус Старикс Энгейм лидер в настоящее время Второй минус от Старикса И Экзист с Фризом вдвоем против трех контров Давайте посмотрим, Старик сделает минус Фриз один в два уже остается 33 хп у него всего лишь Отличный минус от Фриза И один в один Немножко опростолосился Зеус вместе со Стариксом Могли бы вдвоем задавить Но в итоге вот Фриз один в один И все-таки Старикс Погасил Фризом Первый раунд за командой Нави 1-0 Ну и теперь я могу наконец Спокойно перейти к составу команды Фнатик Итак Капитан команды Патрик Саттерман, он же Карн Расмус Шталь, он же Гукс Ричард Лендстром, он же Гзист Андреас Фридх, он же Моди И датский легионер команды Фнатик Это Майкл Йоргенсен, он же Фриз Вот На самом деле сложно сказать Кто же у нас сегодня победит То есть сложно делать какие-то ставки Потому что давайте посмотрим на Предыдущие встречи Этих двух команд Фнатик и Натус Винцери я имею ввиду На ЕМ Киеве На самом последнем чемпионате Крупном перед этим Победу одержали у нас команда Натус Винцери Две карты Со счетом 16-11 Обе с одинаковым счетом До этого у нас был Дримхак Винтер И там у нас победу одержала команда Фнатик В свою очередь 16-10 И до этого у нас еще был МСА Бида Траша Там у нас Одержали победу Шведы На трех картах 16-3 16-10 И одна карта была за Нави 16-7 В общем видите вы по этим счетам По этой информации Что в любом случае Обе команды Дают друг другу жару Уже Не раз друг друга выигрывали И дать какой-то прогноз На этот матч Очень сложно В принципе И Нави показывает Очень уверенную игру Ну и Фнатик Вот с своим Новым приобретением Моди Пида как вы знаете ушел К сожалению или к счастью И вот на его место Пришел Моди Который Очень и очень неплохо Между тем Между моими Пространственными Рассуждениями о Командах Видим мы что у нас Вообще Ситуация один в один Каким-то образом Нави умудряются Отдать отдачу Конечно они еще не отдали Но Успешным Или каким-то хорошим Результатом Это назвать очень сложно Причем видимо что Контры зачем-то взяли Во втором раунде АВП судя по всему Явно это были не терроры Зачем во втором раунде Брать АВП Ну если честно Мне не очень понятно В итоге АВП у нас лежит И раунд все-таки За Нави Могут они немножко Выдохнуть Вот берется Аликс АВП В конце концов И еще 2-0 2-0 напоминаю вам Что сегодня играет Бест оф 3 Групповый этап уже прошел Это уже полуфиналы Как я уже говорил Вдруг кто-то забыл И естественно у нас тут Играется до 2-х побед Что у нас у Фнатика Вижу я калаш в моде Пару диглов Видимо хотят Фнатике Удивить Нави Еще раз То есть если у них получилось Более-менее сыграть на отдаче Я к сожалению Совершенно был погружен В свои отчеты О предыдущих встречах И пропустил все что было на экране Надеюсь что Вы хоть что-то увидели Ну ладно Видим мы что у Маркелова Супер оружие Это мухобойка Давайте посмотрим за Мариком Ну где же у нас Егор там Вот у нас Нет это член Верните мне Егора Вот судя по всему Маркелов Да С мухой Держат у нас коты издалека Довольно интересный набор оружия Одно АВП Два Фамаса Одна Эмка И один Скаут Не сказал бы я что очень стандартно Но возможно это новая тенденция Помнится мне позавчера Или Да Позавчера Москфайф играли Против Против А Краски против Нави они играли На тускане именно И После первого проигранного раунда Я помню Ромашки взял скаут То есть на отдаче Первый раунд они прыгали И в том раунде Ромашки берет скаут И потом Делает с него минус Делает минус 2 сдегла И раунд берется Так что видимо Скаут сегодня в тренде Колон задал новую моду Если вы понимаете о чем я И в итоге Очередный раунд За Нави 3-0 Не так уж просто Все получается у Нави Но тем не менее По факту Все окей Пока что Вылетел у нас Один из игроков Это Моди Моди вылетел у террористов Сейчас он будет перезаходить Уже перезашел Ну и надеюсь что То Это не сильно Потревожит Команду Fnatic Наконец-то Полная отдача У шведов Наконец-то Потому что то у них Какие-то полузакупы То какие-то деглы Как калаши И вот наконец-то Глоки Мы можем нормально посмотреть На то как На то свинцере Убьет у нас отдачу Давайте посмотрим за Сеней Смотрим у нас именно коты Именно эту точку И наверное у него Есть максимальный шанс Сейчас собрать Всю эту дружину Делает минуса у нас Сеня Маркелов минус 2 И четвертый раунд За командой И вот теперь наконец-то Полная закупка команды Fnatic АВП я вижу у Фриса Калашки у моди Фрис кстати уже Довольно частенько берет На тускане АВП за Т сторону И вот сейчас мы за ним Посмотрим Не так давно Помнится на Гим Киев Он делал неплохие минуса Именно на тускане Именно за Т сторону И хочется увидеть Конечно что-нибудь подобное И сегодня Итак трое в большой комнате Двое в малой Маркелов контролит центр Старикс Около ящика И Сеня у нас на планте А Зевус в окнах Эдвард на Б планте Контролит банан Фнатики при этом холодят Совершенно не торопятся Никуда идти Видим мы что Гзист и Карн судя по всему Идут по кишке Давайте проверим это Да По кишке будет сплит на А Судя по всему Выход через коты Через кишку И может даже Через центр еще Судя по тому что Ездить в моде Такое вполне Вполне вероятно Ну либо же моде Попадает отрезать Хелпу Из зигзага Но Там ее не будет Поэтому моде все время Придется перейти на центр Рано или поздно Ждем мы отмашки Когда у нас Побегут террористы И давайте посмотрим Входит скрип Моди делает минус на центре Развинок пока нету Сеня Сделал Отличные минуса с планта Маркелов Третий минус Гукс его убивает И 2 в 3 ситуация Маркелов и Гукс 1 в 3 Давайте поздравим ему удачи 5-0 На то Свинцери пока что Без особых проблем Начали свою игру И у них все Более менее получается Не то чтобы с легкостью Но Вот этот рано Например у них Получился довольно легко Особых сильных Разменов фнатики не сделали И в итоге 5-0 Буквально у нас Аргентина и Майка Калашики у фнатик Поджимает Старикс у нас по банану Не знаю у нас какой-то хорошей идее Поджим еще зигзагом Вот Эдвард делает минус И Старикс сейчас может очень хорошо выйти в тайминг Он с АВП у нас наиграет на банане Никого не видел в маленькой комнате Отошел на Б-плант обратно Размены на центре Здесь Деус И 24-3 Ох неплохо неплохо дали голову Фрису И Гзист сейчас будет конечно разменяться Отличный минус от Гзиста Поймал он в тайминг Сеню Который перезаряжался И в итоге ситуация уже 3-3 Немножко уравнялась Хотя по ХП конечно ситуация Ух Настик плачевный Фрис ХП наверное 20 И Гзист ХП 10 Концентры очень 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 живые Тут вообще Эдвард божит минус 2 на банане Гукс его настигает Но есть по Гуксу инфа Что он у нас на банане Ну и тут либо Гукс сделает минус 2 на хайлайт нам Ну просто на красивый момент Либо Маркелов со Стариксом Сделают свое дело И не дадут дядюшке Гуксу что-либо сделать Геймпендинг У нас игра поставлена на паузу Это означает что нам нужно немножко подождать Видимо в конце следующего раунда Снова Слышались какие-то проблемы фнатиков возможно Ну да Думаю именно так Напоминаю вам что следующая игра СК против Кешнет будет 23.30 Я надеюсь что К этому времени уже успеет у нас Закончить играть НАТО СВИНСЕ РИФНАТИК Если же не закончится Я думаю что даже будет задержка игры Так что в любом случае мы ничего не пропустим Смотрите наш стрим Болеем за Украину Субтитры делал DimaTorzok 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 Да видим пауза затягивается на определеное время Надеюсь что скоро все технические проблемы решат Давайте пока посмотрим на пинг Что трорится с пингом Ребят вижу я что в моде и Укарна пинг под 60 У ГАЗистав 56 У ребята с Na'Vi пинг немножко получше У Сени, например, 27 У Старикса 30, ну и у остальных, ребят, 40-50 В общем, ситуация примерно одинаковая, но У Na'Vi немножко-немножко получше Ну, совсем немножко, возможно, это еще впало Если мы помадили в такой момент Возможно, пинг скачет и Особой разницы нету и вовсе Сейчас попробуем узнать, в чем проблема Что случилось, почему так долго У нас затягивается пауза Может быть, есть какая-то информация Сейчас я все разузнаю Кстати, я вот вам еще и не говорил, но Сегодняшние карты в первом матче Это у нас Детускан, который мы видим сейчас Детрейн и Дас-2 Будет третья карта, если понадобится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Нет, пока нету, нету информации Совершенно непонятно, в чем проблема Почему содержка, но, судя по всему Кто-то вылетел Других причин я не вижу Чтобы была такая долгая содержка Так что, видимо, нам придется ждать Просто ждать Когда же тот игрок, кто вылетел Вернется на север Наконец-то снимается пауза Думаю, что скоро мы узнаем, в чем была причина Ну и пока досматриваем мы раунд Гукс 1-2 против Маркелова и Старикс Я уже успел забыть ситуацию Смотрим за Гуксом Все-таки у него есть шанс Делают минус 2 И ситуация для него наиболее значимая Смотрим мы Отвлекает тебя внимание у нас Старикс с СВП И сейчас Маркелов сможет спокойно Удивить Удивить Гукса Хотя Гукс там Отличное место Гукса И один в один ситуация Очень сложно сейчас будет Гуксу Да и Маркелову тоже Не понимает Маркелова, где находится Гукс Гукс тоже пытается найти Маркелова Но не понимает, где же он прячется И в итоге сейчас Да, вот теперь Маркелов спалился И Раунд за Гуксом 5-1 Великолепная работа Игрока команды Фнатик Да, видимо, что вылетел нас именно Моди Ему Видимо, там были проблемы с деньгами Тут я вижу, что еще и Старикс По-моему, тоже вылетел В общем Технически проблема команд Надеюсь, что сейчас они решены И Да, Старикс уже в игре Поэтому Все хорошо Минусует Старикса Два ВПшника встретились В итоге Победителем остался Фриз При этом Фриз Штампует фраги Весьма агрессивно Весьма неплохо Ох, Фриз Поймал Просто великолепно Поймал Эдварда А, ну и Два контраста Здесь у нас живых Сможем Ох, шикарный минус от Сени Но в итоге Пролагал Хлотовей И раунд остается за Фнатик 5-2 5-2 И деньжат у НАТО с Винцери Маловато На закупку не хватает Они делают полный слив Пока еще не одного дегла Я не вижу Да, ни деглов Ни брони Ни диффузов Ни флешек Ни хайшек Ничего Только ЮСП И в следующем раунде Наверное Хотят ребята Закупиться Ну, посмотрим Посмотрим Засада на Апланте Эдвард у нас на банане И Фнатик у нас тоже Отправляется Вот Аплант Видим мы Сплит через центр Через коты Медленный сплит Встречает Зеуса Ох, минус от Маркелова Маркелов падает Минус от Старикса Неплохие очень Минусы от Нави Оно нам больше К сожалению Их не хватает Два минуса Писоветки они сделали Но на этом Я думаю Хватит для них Пора этот раунд проигрывать И Приступать к следующему Смотрим Что по деньгам у Нави Да, закупочка Естественно Вижу Эмочки Вот вопрос Есть ли Апп у Старикса Нет, у Старикса Тоже Эмка Пять Винтовок Ну посмотрим Что из этого получится Фнатики Трое Малые комнаты Двое большая Эдвард поджимает Зигзаг Маркелов Сеня Поджимает Каты Старикс Присоединяется К Эдварду Эдварда минусует Где же Размена Старикса Непонятно И аркада Пока там От Нави Видим мы Что Сеня Вместе с Маркелом Уже за аркад Для коты Пока они здесь Никого не видят Но тут в упоре В упоре стоит террорист И сейчас будет У нас жесткая встреча Размен От Сени Убил он Гзиста И ситуация 3-4 Не в пользу Контртеррористов Фриз снова Показывает нам Чудеса с ВП Террористы Прожимают В план Ставят бомбу И Сеня с Зеусом Что же они будут делать Будут сейвить Или не будут сейвить Видим мы что Зеус совсем в упоре Около планта А вот Сеня уходит на сейв Зеус воюет Делает минус И вот тут же убивают И в итоге Сеня Передумал сейвить Пошел Тоже тащить Ох Что творится Что творит Сеня Смотрите Это кто же у нас Так сидит Не заметил Это Моди Моди пропускает У нас Сеня Сеня делает минус Ну К сожалению Не получилось Ни за диффузой Не получилось Ничего любого другого Но момент Сам по себе Конечно был забавный Счет 5-4 Не пришло в голову Моди Что к нему могут Прийти из дома И вот Получился Такой небольшой Курьезный момент Ну а тем временем Фнатик догоняет Уже Нави Всего раунд Осталось им Взять Для того чтобы Догнать их И у нас Снова геймпендинг Снова пауза Снова кто-то вылетел Да Непорядок Непорядок Да Видимо никуда нам не дется Сегодня от задержек Посмотрим Что случилось На этот раз Ну и думаю Что причина у нас В том же Снова геймпендинг Да Вот этим Конечно не хороши Онлайн турниры Тем что Бывают большие задержки Онлайн турниры Конечно Тоже Бывают такие плохие ситуации Но по крайней мере Это бывает реже И Все находятся В одном помещении Есть техадминистраторы Поправить что-то Обычно Не составляет Большого труда Конечно Не берем В пример Какой-нибудь ВЦГ России В 2011 году Но Обычно Все решается Довольно оперативно А вот тут у нас Если кто-то вылетел Кого-то вырубил с интернета То что же делать Поэтому Не знаю Что случилось На этот раз Но Сама по себе Тенденция Конечно Очень нехорошая Субтитры сделал DimaTorzok Пока у нас пауза Пока у нас пауза Давайте я вам напомню Что завтра Пройдет турнир Субтитры сделал DimaTorzok будет у нас первый стакал матч в этом интересном турнире напоминаю вам, что концепция турнира у нас следующая играют у нас не сборные стран, не команды а сборные городов там у нас были и Брянск, и Старо Оскол и Курск, в общем, кого только не было и мне кажется, очень интересная инициатива надеюсь, что этот проект будет жить и мы увидим еще больше городов в этот раз и было всего 4 ой, всего 8, извиняюсь, всего 8 2 группы по 4 команды но надеюсь, что в будущем захватится еще больше городов и это будет действительно очень-очень интересно все-таки, думаю, со мной многие согласятся что смотреть за командой за сборной своего города родного это прямо вообще потрясающе нежели за многими командами которыми я уже много раз видел которые, возможно, уже не так интересно смотреть по крайней мере, такие мнения я слышал от нескольких людей так что приходите завтра возможно, вам понравится а у нас по-прежнему геймпейтинг пинг кстати, пинг я вижу, что он все-таки одинаковый видим мы 45 у Эдварда, у Зеуса 35 у Старикса 28 у Сеня ну и тут тоже Фрис, 28, 29 у Фрис и у Гукса и по 58 по 55 у Модик Зиста и, соответственно Карна Аджалс, наконец-то пауза думаю, причину паузы мы узнаем опять в следующем раунде но у нас пока счет 5-4 двое в малой комнате трое в большой и Нави нас занимает масс Аплант это снова у них отдача снова они без денег и снова засада перед этим Старик стоит на респе судя по всему, вылетел именно он в этот раз так же, как и в прошлый и нужно, конечно, это ребятам исправлять сделать, сделать минус на зигзаге я бы отправлял одного с деглом на к Б-планту и у него тут неплохо получилось сразиться перетяжка от него же на Б его тут же убивают но в любом случае этот раунд останется за командой Фнатик вряд ли триуи спа что-то сделают с калашами с АВП да, именно это и мы видим и счет у нас в игру уже останется 5-5 да, вылетел у нас Старикс снова решались долгие проблемы с деньгами сколько же у него было, сколько ему ставить и именно в этом у нас причина задержек видим мы, что аркада у нас по кишке от Маркелова от Сени и Старикс у нас один на Апланте причем по кишке у Фнатиков никто не идет это такая не самая лучшая инициатива от украинской команды и выход на Аплант от террористов в принципе сейчас могут контры удивить удивить террористов тем, что выйдут с Котов и выйдут со Скрип и будет такой небольшой сплит на Аплант уже от контров на этот раз но мы видим, что Гзист в общем-то подозревает, что к нему могут идти сзади Слышный контра делает минус Маркелова и Сени тоже убили Диевы с 1 в 4 к сожалению в этом раунде Нави ничего хорошего не видать вот неплохо начали неплохо начали украинцы но потом сдали и в итоге уже шестой раунд подряд оберет шведская команда сделать, правда, тут божит просто с М4-1 уже делает минус 3 но от этого толка маловато все равно раунд переходит к шведской команде очередная дача от нави видим мы, что трое у нас тут пока там Зеус контролит центр и Старикс также в аркаде по центру Фантик при этом зажимается очень сильно халдят на пассивных позициях понимает, что весьма возможен поджим и они угадывают это поджим от команды нави аркада по центру аркада пока там в большую комнату и в итоге ничем хорошим это для команды нави не увенчалось все померли остался один Старикс против 4 террористов но и вряд ли из этого получится извлечь Ох, отличный минус от Старикса но тут же его успокаивают выстрелом с глоком 7-5 и Фнатик видим мы, что действительно взялись за игру и неплохо-неплохо тащит за кубочкой от нави Эдвард держит дигзаг Старикс у нас держит Б А с АВП и Фнатик снова делает сплит на А с двой под котами трое у нас будут через кишку выходить давайте посмотрим за кем-нибудь на планте А например за Сеней именно у него есть шанс нормально встретить коты и сделать минус 2 почему бы и нет ну и потом мы увидим экшен на А планте Сеней прорывается делает ничего не делает Сеня к сожалению умирает минусует также и Маркелова на планте и в итоге А план просто прорван без сопротивления без всего и это сейв от НАТО с Винцери решает они не рисковать учитывая что нету разменов и просто-напросто сохраняет свое оружие счет уже 8-5 в пользу команды Фнатик волшебна изменение и Субтитры сделал DimaTorzok Мог бы он сохранить свою эмку, но не судьба Что же, неужели еще одна отдача от Na'Vi? Да, именно так, видимо, что денег у них не хватает Или нет, закупаются, решили сделать и самую лучшую закупку Пара фамасов есть точно Долго они все-таки выбирали закупаться или нет, но решили закупиться И если этот раунд они проигрывают, то в следующем раунде денег у них уже на аномалию закупку не будет, к сожалению Но риск дело благородное, так что возможно им повезет Смотрите, отличный минус от Маркелова, Сеня Великолепная игра, и в итоге 2 в 4 2 в 4, остается террором Гзист на катах, и Карна у нас на центре Гзист делает минус Полагала ХЛТВ, Гзист делает второй минус Карна уже убили, и Гзист 1 в 2 Против Маркелова и Старикса У Старикса, кстати, АВП Бомба лежит, бомба скорее всего выбита в малом квадрате Нетряжно у нас здесь находятся контры Ну и что же будет делать Гзист в этой непростой для себя ситуации Смотрим Отключный минус от Старикса И этот риск, он действительно был благородным Счет 6.8 И последний раунд в первой половине мы смотрим на наших экранах Не зря, не зря на Ави рискнули Доказали действительно эту змеютую поговорку Что риск дело благородное И что кто не рискует, тот не пьет шампанское Не знаю, конечно, пьют сейчас игроки на Ави шампанское или нет Но раунд они взяли, и это точно Аркада Деуса по центру Маркелов, Эдвард, Аркада по зигзагу Там же Аркада по банану В общем, Аркада по всем фронтам А пока что ситуация в пользу Нави Деус сделал первый минус Отличный минус Второй отличный минус от Деуса Стрельба с хатами И Гзист, Карн и Моди против пятерых Пятерых контров Ставится бомба Прострел сквозь дым Пока успех маней особо не увенчивается Единственное, что у Астарикса очень мало хп Убили Эдвард, убили Зеуса И стат 2 в 3 уже Причем очень-очень плохая для Нави Маркелов 1 в 2 Против Гзиста Игарна И раунд за командой ФНАФИК Счет 9-6 И смена сторон Хватит ли Нави 6 раундов Для того, чтобы показать свою хорошую игру? Как же вы думаете? Просит Гзист у нас Небольшой перерыв на туалет Так что нас ждет очередная задержка Видимо, стоит к этому привыкнуть Ну и пара лишних минут у нас есть точно Так что если кто-то смотрит наш стрим не отрываясь То быстрее бегите вместе с Гзистом в туалет Но не вместе прямо с ним Я думаю, это было бы странно А просто пока есть свободная минутка Думаю, стоит сделать все свои дела Пойти на лечуку Не знаю, сходить в туалет Покурить И вернуться смотреть На вторую половину матча на Ави ФНАТИК Первая карта Напоминаю вам, что это полуфинал Техлапса Капа 2012 И Та команда, которая сегодня победит в этом матче Она пройдет в финал И в любом случае уже будет как минимум в топе 2 Так что сегодняшний матч очень и очень важный Продолжение следует... Ну что же, вернулся у нас в Гзист в туалет Надеюсь, что вы тоже Стартует у нас вторая половина матча на АТИК НАВИ Ну и мы пристально следим за Украинцами Что же они придумают За атаку Наверняка от контроля будет снова поджим Довольно распространенная тактика Да, Кэрн у нас Аркадат по центру Давайте посмотрим за Патриком Саттерманом Капитаном команды ФНАТИК Чекает он малую комнату Чекает большую комнату Малую Большую В общем Бегает туда-сюда Первый минус за Гугсом Аркада по катам И размен от Эдварда Тут же размен от Карна Ситуации 3 в 4 При этом Троисты очень коцаные Маркелов совершенно красный Боюсь, что любая Хаешка, которая при этом под ноги Его взорвет И в итоге У Нави Сложнейшая ситуация Врывается Аркада по катам А Маркелов делает минус Со своими 13 хп Все-таки Правда, 13 не счастливое число Но видим мы, что в данном случае Не для Маркелова А для его противников Так что Если что Знаете, что 13 Это Необязательно принесет неудачу вам Возможно кому-то другому 3 в 3 Эдвард Маркелов в синем Против Карна Моди и Фриса Моди на Тентре Карна на Апланте И Фрис у нас на КТРСПМ Первый минус за Моди И Фрис заходит в спину Тут уже, естественно Бедного Эдварда Зажмут с двух сторон Со спины Спереди В общем, откуда только Его не зажмут Врывается Фрис Эдвард делает минус И в итоге Карн успокоил Эдварда Напомнил ему, что Нельзя быть вечно Королем пистолеток И в итоге Счет у нас 10-6 Первый раунд за Фнатик Ну и что же будет Что же будет делать Нави Либо полная отдача Либо пытается сделать Что-нибудь рискованное Видимо, полная отдача Ни деглов Ничего Ну что же, тем лучше В следующем раунде Там мы увидим закупочку Абсолютно точно И это, возможно Принесет какие-то плоды Минус от Марика На банане Ложится у нас Фрис Причем Такой довольно рандомный Блшот Не справился С Фрис Своей позицией И в итоге У нас что будет делать Нави Все-таки заходит на Б Было у меня Подразделение Что они могут отойти Но в итоге Заходит на Б-плант Ставится бомба Или что у нас Делает Сеня Нет, Сеня на Апланте Это был своеобразный развод Причем Старик там воюет Вовсю с Глоком Делает минус Подбирает Подбирает оружие И в принципе В этом раунде Все еще может получиться У украинских игроков 2 в 1 Гзист против Маркелова И против Сени Один ган должен быть Или нет Сеня не успел Подобрать В итоге 2 Глока Против Гзиста С Фамасом Тут нужно вместе сыграть Вместе сыграть Террориста Маркелов А, нет Есть ган у Маркелова Минус от Гзиста И Гзист теперь конечно же Ох Замечает Замечает он И отличный прострел От Гзиста Раунд за Командой Фнатик Счет 11-6 Жаль что не получилось В этом раунде Нави ничего сделать Все таки Глоки были у ребят И Если бы Раунд был взят То Все могло бы Очень Сильно перевернуться Но в итоге Нави не смогли Взять раунд У них сейчас За кубочком И у них есть шанс Для этого Уже вот сейчас С нормальным оружием В руках Трое в малой комнате Маркелов в малой И Ой Маркелов в большой И Сени под малой Пока что мы видим Контроль карты Попытка Сдержать Аркаду Которой пока нету Да И причем Совершенно не намечается Видим что Фнатик довольно пассивно Держит свои позиции Нету ни аркады По бананам Триса Нету аркады По центру Каты так же Не поджимают И в итоге Нави нужно что-то сделать Минус от карна Фамасы в деле Война на Батланте Эдвард Зеус Воюем Против Гукс и Фриса Фрис с ВП Гукс у нас Крается через тоннель И Фрис у нас Отличный минус Сверху Зеус Один в один Причем есть Минус по Фрису Уже сказал ему Это не находится Фрис Фрис промахивается И раунд за Нави 11-7 Это был очень важный раунд И очень Обидный промах от Фриса Если бы он не промахнулся Раунд бы оставался За командой Фнатик И ребята бы Из Швеции Довольно сильно Отрывались бы от украинцев И шансы на Успешное окончание игры Для них были бы Очень и очень высоки А вот теперь Это великолепный шанс Для Нави Начать им брать раунды Потому что Сбили они экономику Фнатикам У них отдача И вот теперь Просто нужно Брать раунды Раунд за раундом Догнать Фнатиков И потом Дожать уже Поджим По бананам Фриса Карн Модь на Б И поджим От Гзиста И Гукса По катам Гукс Гзист Сразу же Отваливается Гукс Решил Притянуться На центр С деглом Но ему это особо Пока ничего не дает Эдер Делает минус 3 В малой комнате Девает аркаду с банана И Последний минус За Девусом Счет 11-8 Эдвард Один плюс четыре Четыре В большой комнате Под катами Причем С депсим Начается Фаст Атака Фастует Фастует Нави Особо не боятся Маркелов Идет первым Открывающим Убивает Аня Отдача Минус Старикса И Девятый раунд Уже будет Копилочки Голубо-желтых Ребят Из Украины Назовем их Так Так Видимо Упорной Борьбой В этом матче Нави Не отдали Инициативу И в итоге Сейчас набирают Раунд за раундом Играют За Т Сторону И Все шансы На то Что они Могут Взять Эту игру Так же Как и у Фнатика У них Пока Сохраняются Отличная Игра От Эдварда Дождался Аркады От Фрисса По банану Довольно Часто Фрис Идет Именно Туда Теперь Туда Идет Моди Посмотрим За Эдвардом Контроль Банан До сих пор Нет Эдвард У нас Перетягивается На центр Будет Выход На Аплант От Нави Будет Сплит Через Каты Через Центр И давайте Посмотрим Кто же У нас Держит Каты Каты Держит Экзист Очень Хороший Эймер Есть У него Верховерная Возможность Остановить Все это Действие Отличный Хэдшот От Экзиста Тут же Его Уравнивает Старикс Маркелов Отличные Минуса И ситуация Три в два Моди Гукс Гукс На планте Воюет Вовсю Его Сносит Голова И Моди Один В три Моди У нас Вообще Находится Довольно Близко Пришел Он С хлопы ПДЛ Воюет Он С Сэмкой Но Ему Конечно Тут очень сложно 8 хп И он Уходит На сейф И то Уйти ему Не дали Один за десять И нави Потихонечку Потихонечку Догоняет Фнатик Благо Фнатик играет За контров И им приходит Сделать Много Отдач Оружие Стоит Дороже И в итоге Отдача От шведов Из команды Фнатик Фнатик Ждем Активные действия От украинцев Пока они Не торопятся Куда-либо Идти У Фнатик Отдача Но при этом Засаду Они не сделали Все довольно Стандартно Разошлись По точкам Фриз на Б В моде На зигзаге Гукс у нас Тоже Идет к моде И два Игрока Карных Здесь у нас На А планте Поэтому Я бы на мес Нави Вышел бы Куда-либо Без особой Разницы Куда И просто Перестрелял бы Контуров Но что было сделать Нави Мы сейчас увидим Размены на зиге Перетяжки под Б И наконец-то Заход На Б план Причем Явно Произошло Что-то смешное У игроков Нави И Фнатик Смеется Эдер Смеется в моде Ой Фриз Сейчас не убивает спину Также не убивает спину И Карн И в итоге Гзист 1 в 4 Ну Тут конечно Кончина Быстрая кончина Для Гзиста Его уже ждет 1 в 11 Счет сравнялся Интрига В матче Возродилась Маркелов под Катами Все остальные у нас В малой комнате Старик Сеня Зеус Эдвард Причем Опять халдят Не торопятся Куда-либо идти АВП у Фрица Фриз С ним как обычно На банане Моди у нас В окнах Гзист на Апланте И Карн у нас Пошел в аркаду По пешке Заметил Заметил сейчас Старик Контра на центре Но Контр тоже Заметил Ушел С своей позиции Дал дым И теперь Старик Здесь уже Ничего не видит Перетяжка Бабена Ждет Эдвард Тень Идут по Зигзагу И будет Встречать Моди Моди Отваливается И заход На Б-плант Давайте Посмотрим За Фризом Все таки Именно к нему Идет вся эта Арава Жесткий Минус от Нави Эдвард Зеус И в итоге 12-11 Нави Вырвались Вперед Этому Я думаю Можно Порадоваться И давайте Посмотрим Что творится В стане Фнатика Вижу я Что Гукс Идет 1 на 8 Как-то Сегодня Он пока Не тачит То же самое Можно сказать И про его Предыдущие игры По крайней мере В предыдущие дни Но иногда Конечно Он раскрывается И делает Тоже Очень жесткие Фраги Но пока Что Видим Что в своей команде Он не особо Помогает За 8 раундов Этот шведский Горок Сделал всего Один фраг Это конечно Довольно Мало Будем Честны Гзист В Аркадии По центру У него Фамас И сейчас Он нужно прочевать Большую комнату Да Делает чек Дает инфу И ждет До сих пор Малую Хотя там никого нету И в итоге Оставные действия У нас Развернутся Именно на Апланте Минус за Эдвардом Причем Открывающий минус И контрам Сейчас нужно будет Оббивать плент Хотя у нас есть Моди на пленте Посмотрим Готов ли будет Моди к подсадке Пицералистов Заходит в аркаду Делает минус 1 Нет Даже Гукс Гукс Делал минус 4 Уже в этом раунде И 1 в 3 Эдвард На центре стреляется Он с Фрисом Фрис не выдерживает Конкуренции Эдвард 1 в 2 Раунд за Снатек Счет 12-12 Видим мы Опять снова В упорную борьбу Буквально В притиручку В притиручке Тут команда Друг к другу Аркада Снатек по зигзагу Кам Простреливает А стену Моди у нас Довольно агрессивно Держит зигзаг за ящиком И фрис у нас ушел На А Вот так вот Интересно Не идет что на бананках Обычно Фрис у нас Пытался держать коты С АВП В итоге Перетяжка Перетяжка По центр И в итоге Сейчас будет Чекать центр С подсадки С ящиком С правого ящика Очередной Геймпендинг Пора к этому Уже привыкнуть Да Снова Снова Какого-то проблемы Скорее всего Либо у Мози Либо у Старикса Два проблемных парня В двух командах Ну а нам остается Снова-снова Ждать Больше ничего сделать Мы не можем Так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К счастью Пауза была недолгой Я снова с вами И что же мы видим Мы видим Снова паузу И снова Снова не паузу Ну что же Надеюсь Что Перестанут нас Играть с паузами Мы увидим Нормальную игру А не Вот это постоянное Дергание Туда-сюда Нави проходит нас На б-плант Видим мы Что Старик делает Первый открывающий минус С АВП Отваливается Гукс Где же у нас Фриз Фриз Тут как тут Совсем рядом с б-плантом Чертает Зигзаг И сейчас Наверное на Гукс Война Фриз Что он вылезет Минусом Промахивается Фриз Делает великолепный минус С фаззумчиком И похоже Что это Развод на Аплан Да Уже ушли Эдвард Старик сделал Стоится бомба на И моде Вдвоем Вместе с Фризом Будут сейчас Выбивать план Минусует Фризом В моде Воюет Один в два Почему инфа По одному Истрологу у него есть Но нет Ему это не помогает Раунд Анадус Винцери И счет 13-12 Кстати да Видимо что на этот раз Вылетел моде Ну вот два человека Проблемных У нас в командах Старикс И моде То вылетает моде То вылетает Старикс Но к счастью В этот раз Пауза была Не столь долго Как в прошлые разы Смотрим Что придумаем Снафтик У них полная отдача Видимо что у них Юисп Они у нас Делают засаду На планте И тут пятером Пока там А у нас тут Холд от нави Маркелова сейчас Все это проконтролит Дело И я думаю Всех спокойно Убьет Да 14-12 И всего два раунда Нужно нави взять Для победы У фнастиков Ситуация похуже Им для победы Нужно 4 раунда Но они находятся Всего Опять же В двух раундах От нави И все еще Может перевернуться Сейчас Нажет очень важный раунд Либо Нави его берут И у них будет 15 раундов Что дает им Плюс моральку Для этого уверен В своих силах И соответственно Очень сильно Портит экономику Фнастикам Либо же Этот раунд Берет фнастик И тогда Они догоняют Нави И потом Будет финальная борьба За последние два очка Ну давайте поболеем За украинцев Первый Открывающий минус Они уже сделали Тут к сожалению Их уравняли Старикс мертв Но Маркелов У нас уже Находится На Аплант Вот я пропустил В этот момент Как он сюда проник Но в итоге Видим мы что Жесткая война На Аплант Минус от Девоса Минус от Маркелова И 2 в 4 ситуация Моди Фриз Фриз с ВБ Как обычно Где-то видимо на Б Да Шел он с бананом Минусует его Прямо Точным Точным попаданием Каешки И Моди 1 в 4 Думаю можно порадоваться За украинцев Потому что еще останется 15-12 Моди В этом раунде Конечно явно Явно не вытащить Максимум что он может сделать Это засейвить свое оружие Ну и попутно еще Побебивать Оружие с противников Причем неплохо У него это получается Делает он минус Осенью Но Маркелов Он оказывает 15-12 И Нави Нужно взять В последний раунд Для победы На первой карте На карте Детускан Вторая карта У нас будет Напоминаю вам Сейчас скажу Вторая карта Будет Детрейн И третья карта Будет Если понадобится Даст 2 Дуюк Естественно Первая карта Черкается Нави Они ее не играют Вообще Ну и соответственно Вот такие вот Интересные карты Нас сегодня Ожидают Что мы видим От Нави Видим мы Двое на центре Трое под котами И Гукс Встречает все это дело Давайте посмотрим За Гуксом За Расмусом Шталем Гукс отваливается Карну Также отваливается У них полу Полу Байя Вижен Деглы Плюс Фамасы И тут вообще Без шансов Для Фнатика Судя по всему Это ГГ На первой карте И нам нужно ждать Трейн Да Зеус воюет Вовсю Зверь просто Машина И это ГГ Да Шестнадцать Двенадцать Первая карта Остается за Игроками Мирос Винтери Главное Не переключайтесь Потому что Нас ожидает Карта Д Трейн Пять минут Перерыв Я вижу Пишет нас Администрация Так что Есть у нас Времечка Пойти освежиться Попить чайку Ну и все такое Так что Через пять минут Приходите Будем смотреть Карту Д Трейн Финальная карта Но возможно И не финальная Кто знает Возможно Фнатик смогут Взять реванш И потом Все решится Уже соответственно На ДАС-2 Увидим Увидим Через пять минут Не скучайте А пока Я вам поставлю музыку Небольшая музыкальная пауза